По инициативе президента в России создан фонд поддержки ветеранов СВО. Какую помощь он оказывает военнослужащим и их близким, и в каких сферах гражданской жизни готовы реализовать себя участники спецоперации. Вот об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях председатель фонда Анна Цивилева. Анна Евгеньевна, добрый вечер. Огромное вам спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и с нами встретились. Добрый вечер, Иван. Мне всегда приятно встречаться с людьми, для которых работа. Это настоящее служение. И вот мне кажется, что то, чем занимаетесь вы, то, чем занимается ваш фонд, это как раз служение на благо и наших ветеранов, и семей, и детей, и жен, и близких. Год назад президент поручил, попросил, предложил создать фонд «Защитники Отечества». И за очень короткое время фонд был создан, создалась мощная структура. Как это удалось сделать так быстро? Иван, вы совершенно правы. Ровно год назад на своем послании к Федеральному собранию президент высказал свое целеполагание о создании фонда «Защитники Отечества», государственного фонда, который призван помогать демобилизованным ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются домой, к мирной жизни, и решать их вопросы любые по запросу самого нашего подопечного, самого ветерана. А также включить в зону, в периметр нашего внимания, семьи погибших бойцов. За буквально полтора месяца структура, федеральная структура была создана. И 1 июня фонд начал свою работу во всех без исключения федеральных округах и субъектах Российской Федерации, включая новые территории. Была подобрана команда, команда достаточно большая, и кроме того, были подготовлены офисы, помещения, причем офисы имели определенное техническое задание, чтобы это был центр города с удобной логистической доступностью, с доступной средой для инвалидов, для тех, кто получил ранение, инвалидизацию в результате боевых действий. А расскажите, как устроена фактическая часть вашей организации и что за специалисты в нее вошли? Кто коллектив? Коллектив – это социальные работники, имеющие большой опыт, люди, которые постоянно продолжают обучаться. Достаточно широкие компетенции должны иметь эти люди, включая в том числе понимание и помощь в оформлении документов, которые мы отправляем в профильные министерства, ведомства. Это направление и работа по медицинскому направлению. Это вопросы переобучения, обучения, трудоустройства, вовлечения в патриотическое воспитание ветеранов. Но по мере того, когда фонд начал работать, набирать свой опыт работы, понимание, с какими задачами к нам идут люди, у нас стало происходить естественное замещение. И все больше и больше самих ветеранов боевых действий, в том числе, которые получили ранения, вернулись домой, сейчас становятся нашими сотрудниками. Кроме того, и мамы, жены, вдовы, мамы погибших бойцов также работают у нас. И, в общем-то, наверное, эти люди в большей степени вовлечены в работу фонда и работают не за заработную плату, именно для того, чтобы оказать помощь. Активно вовлекаем в нашу работу ветеранов предыдущих локальных войн и конфликтов, потому что эти ребята имеют большой опыт. Это люди, которые прошли все собственным опытом, сумели выжить, сумели приспособиться. Еще хотелось бы сказать, вот вы говорите, за очень короткий срок все это было создано. Действительно, да, таких прецедентов не было, но это было создано и сделано исключительно потому, что мы сумели консолидировать и создать межведомственное взаимодействие. Нас очень поддержали губернаторы администрации регионов, которые вот как раз подбирали помещения, делали ремонтные работы. Нас поддержали различные профильные министерства, фаивы, ведомства, которые в том числе на том этапе помогали нам набирать штат людей. Расскажите о социальных координаторах. Помимо людей с большим сердцем и гигантским жизненным опытом, все-таки эти люди должны обладать навыками педагогики, психологии, может быть где-то даже в большей части юриспруденции. Их как-то готовят отдельно или нет? Таких структур в нашей стране никогда ранее не существовало. Стали изучать мировой опыт. И, конечно же, во многих странах, странах достаточно крупных, известных, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Израиль, Иран, Китай. Подобные структуры есть. Они называются агентством, министерством, фонда ветеранов. Особенностью нашего фонда, который создан сейчас в России, является то, что под каждого ветерана есть работник, как вы называете, и, как действительно правильно вы говорите, социальный координатор, который работает с ветераном или с семьей погибшего бойца, персонально, индивидуально, зная их в лицо, приходя в их семью, в том числе проактивно, если ветеран сам не приехал в областной центр, не обратился в филиал. В каждом муниципалитете находится социальный координатор, который курирует несколько семей сразу. И вот если не приходят к нему в муниципалитет, они, как правило, сидят в кабинетах службы соцподдержки, социальных служб, то тогда социальный координатор приходит сам в дом, приезжает в деревню, в отдаленный малый город, и общается, представляется, и уже задает вопросы, чем мы можем быть полезны, и какую помощь на данном этапе необходимо оказать. Вот эта вот индивидуальная поддержка, сопровождение ветеранов, которые существуют в нашей стране, это такой, наверное, эксклюзив, это новинка, о которых не было в других странах. Еще раз скажу, что социальный координатор – это человек, который должен иметь достаточно широкий ряд компетенций. И мы приняли решение, что на базе Ранхикса и его филиалах в субъектах идет регулярное обучение этих людей. И касается не только их профессиональной деятельности, но в том числе психологической подготовки людей, самих координаторов. Если в динамике посмотреть за работой и возможностями, что немаловажно, вашего фонда, то складывается впечатление, что опции, которыми вы помогаете ветеранам, семьям, они постоянно расширяются. Расскажите, с февраля, как я понимаю, у фонда еще больше расширено полномочия. Какие новые возможности появились? О чем здесь идет речь? В наш круг заботы входят ребята, еще раз повторюсь, демобилизованные, которые уже уволились, которые вернулись со специальной военной операции. По мере нашей работы мы стали понимать, что к нам идут и действующие военнослужащие, ребята, которые приезжают в отпуск, участники специальной военной операции, их члены семей. И к нам задаются вопросы не по нашему профилю, а именно по профилю определенных министерств и ведомств. Например, одним из самых сейчас частых вопросов, с которым к нам обращаются, является выдача удостоверений боевых действий. Ветерана. Ветерана. Выдача удостоверения, что человек получил инвалидизацию в результате боевой травмы. Конечно, мы таких компетенций не имеем, мы не можем выдавать удостоверения, но мы приняли на себя функционал и помогаем сейчас уже добровольно. В общем-то, это было наше совместное непростое решение собирать документы и взаимодействуем с Министерством обороны. Регулярно, еженедельно мы приезжаем, участвуем в заседании комиссии, привозим полные пакеты документов, которые мы собрали по их требованию, по их перечню, и передаем для того, чтобы более оперативно можно было получить нашим военнослужащим удостоверение. По сбору документов мы привозим туда. По нашей инициативе Министерство обороны создали специальную комиссию рассмотрения как раз документов ЧВК Вагнера. И сейчас 9400 пакетов документов мы отдали. А нам уже отдают готовые удостоверения. И именно через фонд мы раздаем наши филиалы и вручаем ветеранам в торжественной обстановке. Мы не только маршрутизируем и содействуем нашим ветеранам, но можем сейчас уже оказывать непосредственно сами помощь. В чем это заключается? Например, ветеран получает электронный сертификат на получение протеза. Раньше он вставал в общую очередь и получал ровно ту сумму или тот протез, который прописан соцфондом. У нас сейчас есть возможность, чтобы ветеран вернулся с этим сертификатом к нам, и мы уже доплатим ему, и он получит тот протез, который ему действительно показан и прописан для того, чтобы он максимально мог восполнить свой функционал, который потерял в результате ранения. Протез у них должен быть уже высокофункциональный, современный, позволяющий ему ходить на работу, управлять автомобилем и так далее. Кроме того, мы выдаем ребятам спортивные протезы, дорогие современные спортивные протезы, которые помогут им заниматься спортом. Переоборудуем и переснащаем жилые помещения для человека, который получил инвалидизацию. То есть расширяем дверные проемы, поставляем кухню, высокофункциональные кровати, специальные ванны, оборудуем умным домом, для того, чтобы человек мог комфортно себя чувствовать в этой квартире. Для этого мы заключили соглашение и подключили наше общество ветеранов, общество инвалидов, которые являются экспертами. Один из важных таких моментов расширения полномочий, которым нам наделили, это получение и мониторинг обратной связи, выполнены полноты и качества услуги от самих ветеранов. То есть выдали протез, насколько он комфортен. Мы имеем обратную связь. Пока у нас достаточно позитивный опыт в этом направлении, потому что все понимают свою ответственность за это. Но тем не менее мы можем теперь собирать, и сейчас как раз разрабатывается информационный чат-бот, который закачивается на телефон ветерана, и молодой человек в постоянной связке со своим соцкоординатором дает как раз эту обратную связь только нажатием кнопки. И если он удовлетворен, тогда у нас загорается зеленым светом эта табличка, и мы понимаем, что услуга выполнена. Если же она продолжает мигать красным, то значит вопрос не решен, и социальный координатор будет бороться с профильными министерствами, ведомствами, для того, чтобы отстоять интересы нашего ветерана. Анна Евгеньевна, оказание любой помощи в основном в 99% случаев в мире так устроено, что происходит тогда, когда человек эту помощь попросил. Как проходят обращения, и сколько времени, какой временной отрезок уходит на рассмотрение таких обращений? Как только молодой человек обращается к нам, или мы его выявляем проактивно, как я уже сказала, приходя к нему домой, получая информацию о том, что он вернулся, мы те направления своей работы, за которые отвечаем, мы отрабатываем моментально, по сути, очень быстро. У нас даже вот есть пример, молодому человеку потребовалась срочная пересадка костного мозга. Операция должна была выполнена быть как можно быстрее. Она не связана действительно с боевой травмой, это приобретенное заболевание, но тем не менее помощь ветерану должна была быть оказана быстро. И, в общем-то, через три дня он уже был на операционном столе. Есть просьбы, обращения, на которые мы не можем ответить и решить их быстро. Еще раз повторюсь, которые не входят в нашу компетенцию. Где вы как посредник выступаете. Да, где мы являемся как посредник. И уже результативность и быстрота выполнения данного обращения зависит в большей степени здесь не от нас, а именно от того министерства, ведомства, которое ответственно за это. Здесь мы можем только выступить именно такими инициаторами, которые лишний раз звонят, напоминают, обращаются, помогают со сбором документов, укорачивают вот этот долгий бюрократический путь, пока документ, пакет документов придет по назначению. Очень часто сейчас на информационных лентах или еще где-то проскакивает такое слово интеграция бойцов специальной военной операции. Мне слово интеграция в этом случае не нравится. Мне больше нравится возвращение к мирной жизни. Когда они вернулись с передовой, пришли, обратились в ваш фонд. Расскажите, насколько остро и насколько часто встает вопрос трудоустройства, работы? Один из важных вопросов. После того, как ветеран получает документы, он начинает вот этот вот путь социализации, возвращения, правильно вы говорите, я тоже всегда именно таким термином пользуюсь, к мирной жизни. Но мы понимаем, что ребята потеряли здоровье в результате и стресса, и тяжелых условий. И наша задача их максимально быстро и оперативно направить на диспансеризацию. Сейчас мы активно выступаем с этой инициативой перед Министерством здравоохранения, перед правительством. Мы вот были услышаны, губернаторы, администрации. Сейчас этих ребят в неочередном порядке отправляют на диспансеризацию. Для чего это нужно? Во-первых, мы понимаем, что есть особенности здоровья, которые они получают. Необходима долгая работа с молодым человеком, а может быть и с членами его семьи, для того, чтобы в том числе он безмолезненно мог наладить свои связи и внутри семьи, и социальные контакты. У нас сейчас есть статистика, что увеличилось количество разводов. И это неправильно. Мы должны поддержать ребят и настроить их жен, мам на то, что молодой человек некоторое время будет другой. И он требует особого внимания, особенного подхода для того, чтобы общаться и как можно безболезненней опять вернуться. Это вопрос переобучения и обучения, потому что квалификация у него утрачена. И он, например, не сможет вернуться к той профессии, с которой уходил на специальную военную операцию и которой владел. Поэтому нам необходимо их обучить или переобучить. Для этого сейчас разработаны уже огромное количество образовательных программ, не только средней специальности, но и высшего управленческого уровня. Мы изучили, у нас есть статистика уже тех специальностей, которые ребята хотят иметь в первую очередь. Ну, во-первых, тех, кто остается в вооруженных силах, это управление беспилотными летательными аппаратами. Это IT-технологии. Очень многие идут в юристы. Очень многие ребята приходят в учебные учреждения, в СУЗы, в УЗы и выступают в качестве преподавателей. Есть такая образовательная программа «Школа-21». Она работает во всех субъектах. Ребятам предоставляется общежитие, те, кто приезжает из районов, из отдаленных городов и деревень. И, кроме того, выплачивается стипендия в размере 65 тысяч рублей на период обучения. Мы подписали соглашение совместно с госкорпорацией ВПРФ и Сколково. И сейчас уже отобрали ребят из каждого субъекта для того, чтобы их обучить на базе Сколково. Программа, вы знаете, достаточно дорогая. Для ребят это бесплатно абсолютно. И многие ребята затем вернутся в свои регионы в качестве управленцев коммерческих структур, кто начинает свое дело, кто хочет себя попробовать в этом направлении. Уже сейчас очень много обращений есть людей, которые подали свои заявки. Это порядка 40 тысяч заявок тех, кто пойдет именно в эшелоны органов власти. Ребята будут обучаться и в школе губернаторов, и в лидерах России по специальным программам. И мы теперь будем встречать среди наших ветеранов людей, доказавших свою любовь и преданность Родине, имеющих образование и имеющий очень хороший управленческий потенциал. Потому что ребята проходят в том числе программу асессмент, где смотрят их управленческие, лидерские качества, их способность стратегически мыслить. И по трудоустройству. На сегодняшний день у нас порядка 30 тысяч ребят уже подали заявки с просьбой трудоустроиться. И мы заключили соглашение в том числе с ведущими госкорпорациями, которые предоставляют нашим ребятам рабочие места с достаточно высокой заработной платой. Но и просто само по себе трудоустройство этих ребят сейчас находится у нас на приоритетном таком направлении. Анна Евгеньевна, очень часто и увеличение ВВП, и рост экономики, и создание экономического чуда зависят от того, что у нас было за школьной партой. Как часто бойцы, которые прошли специальную военную операцию, становятся наставниками? Насколько часто они рассказывают детям о патриотизме? Полторы тысячи ветеранов сейчас у нас вошли в это движение. Очень им это интересно, очень им это близко. И самое главное, это всегда очень желанно, интересно заходит со стороны самих школьников, студентов. И у нас есть такой запрос. Мы, например, работали, снимали ролики про историю наших ребят. И приехали корреспонденты, очень творческие ребята, молодые, молодежь, с разноцветными волосами. И они провели несколько дней взаимодействуя с ветеранами, когда брали интервью. Эти три дня, общаясь со своими ровесниками, по сути, полностью перевернули их мир. Они поняли, почему эти ребята столь юные, рассуждают и совершают такие высоконравственные поступки, такие героические подвиги, которые просто не укладываются в голове. Когда мы общались с одним священнослужителем, он мне сказал такую интересную очень фразу, что мы все время говорим, надо родину любить. Он говорит, а что такое любовь к родине? Это такая же любовь, как человека к своей маме. Вот мы любим маму свою, безусловно, любовью. И может быть, у кого-то мама моложе, может быть, у кого-то красивее, а у чьей-то мамы моднее туфли. Но нас интересует судьба именно нашей мамы, ее жизнь, ее благополучие. Так и относиться надо к родине. Именно родина нас родила, именно родина хранит наши традиции, нашу культуру. Патриотическое воспитание, оно не складывается только рассказами о войне. Это повод рассказать, а что такое братство, а что такое товарищество, а как надо выстроить отношения, а как надо проявить себя там или иначе в какой-то стрессовой ситуации. Это такая хорошая школа жизни. Мне кажется, что наши ветераны как раз несут такой посыл, который очень интересен, который очень полезен, в том числе для будущей мирной созидательной жизни. Анна Евгеньевна, я долго думал, чем же мы с вами закончим. Ничего не придумал, вы это сделали за меня. Мы с вами обсудили прекрасно в самой концовке очень важные постулаты, из которых складывается будущее человека. Это патриотизм, патриотическое воспитание. И пусть этим занимается не какой-то параграф из учебника по ОБЖ, а вот эти наши прекрасные герои с горящими глазами, а ребята, москвичи их слушают и все понимают как надо. Спасибо, Иван. Иван, спасибо.